Продолжение следует... 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Не забывайте про то, что ваши плечи должны двигаться с максимальной амплитудой. Поверьте, что если вы будете сокращать имплитуду, движение будет просто незаметно. Она тоже может быть заметна, потому что это очень эффективное движение. Эффектное движение плечами. Отлично, еще раз. 2, по мягче ножки. Вернемся к нашему ножку вниз, 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 вниз. Стопки параллельно. Помните, что я говорила о вопросе в кассете? Мой пол у нас параллельно, это не классически. У нас полезно, чтобы ножки были в разные стороны. И коленочки сгибаются строго вперед. Следите за этим, это очень важно. Давайте располагаем еще несколько лет. Давайте я, когда я встану боком, чтобы вам было понятно. Когда мы колени сгибаем и садимся вниз, у нас бедра всегда направляются вперед. То есть, ваш лоб вы не должны отклячивать назад. То есть, вот таким образом мы не садимся. Именно не отклячиваем. Чтобы вам было понятно, что это такое, применяемся в такой замечательной стойке. Не отклячивайте лоб назад. Поэтому, когда садимся, всегда вперед, возвращаемся наверх, возвращаемся в исходное положение. В исходное положение. Вниз, вверх, вверх, в исходное положение. Вниз, 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 вниз. И раз, два, чем быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, три, четыре, восемь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не забываем про наши стопы, которые параллельно. Коленки, которые сгибаются строго прямо. И про хвост, который направляется каждый раз вперед, когда мы садимся. Вниз, вниз, вниз. Расслабьте ваше тело. Вот вверх, то, что все, что выше трубка, у вас расслаблено. Расслабьте. Раз, два, три, четыре. Расслабьте ваше тело. Поясница не прогибается таким образом. Поясницу держим. Городная атлетка вперед. Нужно вдохнуть максимально сильно. И выдохнуть до гордой ко спине. И вдохнуть. И выдохнуть. Вдохнуть. Наташа, молодец. И вперед. Назад. Вперед. Назад. Но это мы делали в прошлый раз. Давайте немножечко модернизируем это движение. Сделаем вперед. Вернем обратно на сходное положение. И на второй счет до гордой ко спине. Делаем один раз вперед. Назад. Назад. Делаем еще раз вперед. И два раза назад. Один большой вперед. Два маленьких. Назад. И раз. Дый Nano. Один большой вперед. Два любого раза назад. Дальше. Мы должныgliать. На дне. Сверхать Heaven. Один большой взет. Назад. 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 Продолжение следует... 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 Это второе движение из волны. Третье движение из волны. Стой. Третье движение из волны. Нам нужно из этого положения, когда у нас лопатки вместе соединены и плечики стремятся погонами на пол, нам нужно из этого положения перейти к положению 3. Пока ничего не делаю, говорю, что такое положение 3. Положение 3 мы в рноуклетке подаем назад до горбика спины, а бедра наоборот, вперед. Если помните, они у нас были отключены назад. Поэтому мы все это делаем одновременно. Грудная клетка назад, бедра вперед. Оп. Отлично. Можно еще немножко коленей сказать. Да. Таким образом, вернись в позу 2. Вернились в позу 2. Хвост у нас отключенный назад. Колени прямые. Позвоночник у нас прогибается в верхней части, лопатки соединены вместе, и плечи стремятся погонами на пол. Поза 3. Колени сгибаем, бедра вперед, грудная клетка назад. И вот таким образом сидим. Вот так вот красиво. Отлично. Давайте сделаем это вместе со мной. Делаем 1, 2, 3. Поза 1. Прогнули грудную клеточку. Возь назад, немножечко вперед. Вот таким образом. Оставили это все здесь. Двигаются только верхние части. Назад, назад, назад. Максимально, как только вы это можете себе позволить. И 3. Колени сгибаем, бедра вперед, грудная клетка назад. Вот это 3. И 4. Последняя часть. Бедра у нас как качели. Снизу назад. И снова мы встаем в позу 1. Давайте еще раз из позы 3. Поза 3. Сидим. Бедра вперед. Корпус назад. Коленочки чуть согнуты. Мы подаем бедра еще больше вперед. Сгибаем колени пониже. И через качели, через волну. Вот. Поднимаем наверх и снова позе 1. Давайте поволнимся вместе со мной под мой счет. На 4 счета. На 4 движения. Готовы? И поехали. И 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Еще раз. 2, 3, 4. Не слишком быстро. Давайте сделаем несколько раз помедленнее. Готовы вместе со мной. Подсчет. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Получается более медленно? Я думаю, не стоит вам долгое время засаживаться на медленном счете. Потому что волна, она эффектна и красива, когда и медленно, и быстро. Поэтому нужно и медленно, и быстро одинаково хорошо наработать. Давайте сделаем 2 раза медленно, 2 раза быстро. 2 раза медленно, 2 раза быстро. Готовы? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. На трапе. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Еще раз. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Право, лево, колени. Раз, два, три, четыре. Побыстрее. Раз, два, оп, 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 оп. И раз, и два, и три, и четыре. Можно руками тут что угодно наворотить. Надо разить. Главное, колени у вас должны двигаться. Право, и мимо. Можете быстро. Можете не вернуть. Нет. Руки расслаблены и открываются в эту сторону. Руки, локти у нас сгибаются в разные стороны. Пожалуйста, не зажимайте. Руки, локти у нас сгибаются. 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 Руки Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Подтаскиваем ногу, коленки сгибаем, вот сюда и вверх. Разгибаем сюда естественную ногу и обратно. Резко, с акцентом вниз, пожалуйста. Еще раз. Давайте, наверное, из положения отсюда. Делаем замах и встали, подтаскиваем ногу, встали и встали. Еще раз. Вот отсюда. Здесь у нас руки, в левой стороне у нас ноги. Поехали. Замах, встать, встать, левый ногу, подтаскиваем и встали. Отлично. Давайте соединяем теперь все это с самого начала. Готовы. Пять, шесть, головы и раз, два, три, четыре и пять, и шесть, и семь. И еще раз. Пять, шесть, шесть, восемь, восемь, два, три, четыре. И пять, и шесть, и восемь. У нас получилось. Давайте сделаем это в контакте. Готовы. Месте с нами, вместе со мной, на таблице. Двину, ты не посмотрела, у тебя все ли получается. Нет никаких вопросов. Вопросов нет. Готовы. С самой головы. Пять. Под музыку. Пять, шесть, семь, три. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, шесть, не успела. Отлично. На то ей преподавайтесь, чтобы я успевала, и нет. И еще раз, и все. Готовы. Пять, приготовься. Готовы. Под музыку. Под музыку. Пять, шесть, 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 шесть. Давайте еще раз, пока Наташа не скинем, будем делать. Готовы. Еще раз. Пять, шесть, 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 шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, шесть. Успела? Надо где-то сделать паузу. Я только подозреваю, что не только Наташа не скидает, там все-таки она тоже не знает этот блок, эту схему. Соответственно, по ней я могу сделать вывод, потому что, наверное, где-то нужно сделать помедленнее, чтобы успели и Наташа, и вы в том числе. Давайте придумаем, где это сделать. Месте с Амбаном. Быстро. Готовы? Пять, шесть, 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 шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ставим. Большое, собираем паузу. Вот тут мы сделаем паузу. Понимаете, где? Когда стали, сделали паузу, приготовились для внешнего движения, собрались и оп. Готовы. Еще разочек. Пять, шесть, семь. Сначала. Раз, два, три, четыре. И пять, и встать. Пам, и пам. Отлично. Ну что ж, ребят, я уверена, что теперь все движения, которые у нас в этой разминке были, вы уже выучили. И, пожалуй, вам не требуется каждый раз во время ваших занятий объяснять все это из раза в раз. Вы уже все это знаете. Давайте теперь вместе с нами, вместе со мной с Наташей, мы протанцуем эту разминку нон-стопом, под музыку. Я переходы к различным движениям буду обозначать хлопками. Пожалуйста, следите за мной, за моими хлопками. И не забываем, что разминка наслежит нон-стоп под более быстрый темп. Ну что ж, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Правой ногой шаг вперед, на ней же подпрыгиваем, поднимая правое колено. И все, больше ничего. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, еще раз, пять, шесть, семь, и раз, два. Пожалуйста, если вы тренируетесь дома, будьте аккуратнее, потому что люстры все-таки наверху усят, а потолки, возможно, не везде, три с половиной метра. Готовы, еще раз, пять, шесть, семь, восемь. Шаг, прыжок. Давайте соединим его с руками. Что у нас делает руки? Замах, ноги тоже замах. На шаг. Поставили ногу, поставили руки. Замахнулись ногой, руки в левую сторону, и на прыжке все, что мы знаем. Одна рука наверх, другая, и еще раз. Готовы? Пять, шесть, медленный мяч и со мной. Замах, шаг. Замах, прыжок. Пять, шесть, чуть побыстрее. И раз, два. Получилось? Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. Давайте следующий раз будем отсюда и не учили, потому что дальше мы уже выучили. Это еще два. Дальше руки поднимаются и идут влево. Правая замах и на четыре. Правая рука поднимается и налево опускается. Сверху. Еще раз. Отсюда мы договорились начинать. Это еще два. Дальше на три руки идут. Влево. Замахиваются вправо. И па. Мы когда-нибудь рыбу ловили удочками. Вот когда удочку закидываете, то это движение здесь мы сейчас от вас делаем. Именно это движение. Закидываем удочку вперед. Готовы? Пять, шесть, отсюда и три и четыре. Отлично. Еще раз. Давайте сначала уже руки. Семь, восемь. Раз и два. Три и четыре. Получилось? Давайте посмотрим, что у нас делают ноги насчет три и четыре. Семь, восемь. Шаг. Произжок. Назад три и четыре. Здесь обратите, пожалуйста, внимание. Отсюда. Шаг назад. Обычный. Дальше на счет три мы поджимаем ногу. Не только ногу поджимаем, но и корпус. Полену свеже опускаем. Обратно потом. Вытремяемся на счет четыре. Оставляем ногу назад. Обратите внимание, что нира нога у нас отсмотрела носок. Вперед так и смотрит. А правой ногой немножко завернули носок, немного спускала. Выглядит, конечно, позже. Я бы сказала, что она отличная такая постановка. Но если она нам нужна, то можно последствия еще раз. Сейчас мы. Пять, два, семь, восемь, шаг, два, сто, три, четыре. Получилось? Давайте соединяем все это с руками. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. Три и четыре. Давайте еще раз. Я думаю, что с первого раза должен у меня быть, пожалуй, не получился. Давайте, пожалуйста, Наташа, что случилось с первого раза? Не получилось с первого раза. Наверное, у вас тоже не получилось. Поэтому давайте будем работать, пока у Наташи не получится. Ответ, мне сигнал, что у вас наверняка это уже получилось. Я говорю, что Наташа это не знает. Она знает, как мы все равно его, но мы выключим его в меже с вами. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. Три и четыре. Не забываем поднимать ногу и наклонять грудь вверх ноги. Насчет и. Готовы еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два. Три и четыре. Я думаю, что до этого уже лучше, но мы можем немножко побыстрее к опору. А если не получится побыстрее, то не будет опять медленно отработать эти движения. Договорились? Вот так быстрее. Пять. Подмозгом. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Мы готовы повторить это вместе со мной подмозгой? Чуть-чуть побыстрее. Готовы? Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Это что у вас случилось? И последний раз. И дальше пойдем. Последний раз. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Итак, остальные здесь. Это еще четыре. Что у нас дальше происходит? Посмотрите на наши руки. У нас правая рука прямая, лежит на левой руке. Мы дальше. Давайте я покажу вам, наверное, так. Лежит на левой руке. Дальше правая рука подмевывая, подворачиваясь, они обувы выворачиваются на руку. И правая рука опять ложится на левую, только ладошкой на левую. Давайте еще раз посмотрим, что у нас было. У нас правая рука ладошкой вниз лежала на левой руке. Дальше что мы делаем? Правую руку поддеваем подмевую, они обувы выворачиваются, и правая рука ложится на левую. Ладошкой лежит на левую. Еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Поддеваем, выворачиваем и кладем опять на левую руку. Поддержим за локоток. Еще раз. Отсюда. Что у нас происходит? Мы выворачиваем и перевозим на правую сторону. Оп. Сюда. С левой стороны. Сначала руку на левую сторону. Подворачиваем под левой и на правую сторону. Дальше что у нас происходит? Опять выворачиваем руки вовнутрь. Правая рука. Опять под левую. Дальше в себе груди. Подворачиваем. Они выворачиваются обе наружу. Левая рука опускается на дыбро. Правая рука за голову. За голову. Наверное, сложные навороченные движения. Я думаю, что если тщательно посмотрим, как это сделается, а вместе со мной, если вы руками согласитесь, что-то дойдет, вам даже со мной покажется, что это очень просто. Давайте еще раз посмотрим. Правая рука лежит на левую, ладошками вниз. И правая ладошка вниз, и левая ладошка вниз. Правая рука под левую, снизу. Поддевать. И на правую сторону мы переходим. Выворачиваем руки наружу. Ладошками вверх. Правая рука лежит налево, как обычно. Дальше. Внутрь. Правая рука под левую. Уже внутрь. Себе. Заворачиваем. Они выворачиваются. Поднимаете правую руку за голову. Левая опускается на бедро. Если вы проделаете со мной все это медленно, сначала нужно сообразить, как руки, а потом уже переходить к быстрому темпу. Поэтому показываю последний раз медленно. И дальше мы с вами попробуем сделать это быстрее. Для того еще раз медленно. Семь, восемь. Подворачиваем под левую руку и кладем правую налево. Ладошками наверх. Внутрь под руку. Правая рука на голову. Левая рука на бедро. Вот здесь. Правая рука за головой. На затылке. Обратите внимание, локоточек открыт. Не закрывайте себе лицо. Откройте локоточек. И положите левую руку именно на бедро. Давайте попробуем, что у нас здесь побыстрее. Как они происходят. Пять, шесть, семь, восемь. Пять, шесть. Все это нужно сделать на два счета. Еще разочек. Это счет четыре. Делаем. Пять, шесть. Еще раз. Отсюда. И пять, шесть. Я думаю, что у вас получилось, но многие у нас пока ничего не делают. Поэтому давайте сообразим, что у нас с ногами. После таков мы пришли. После прыжка давайте напомним, что у нас делают ноги. Ноги у нас делают шаг. Подсток. Назад. И ставим. Дальше. С руками я покажу. Что происходит. На счет пять. Левая нога. За правую крест. Крест. Здесь же и остается. Руки продолжают работать. Нога накрест. Еще раз раз из этой позиции. Подтягиваем левую ногу. За правую. За правую на крест. Остались. Давайте соединим все это вместе с руками. Отсюда. Счет четыре. Дальше. Руки выворачиваются. Нога крест. Пять. Шесть. Еще раз. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Пять. Шесть. Ну что ж. Я думаю все получилось. Давайте продолжим дальше. Вот из этой позиции. Красивая позиция. Локоть открыт. За правой ладошкой на затылке. Левая ладошка на бедре. Открываемся. Ставим ногу левого. Возвращаем обратно. Просто становимся. Но мы не просто становимся. У нас для этого есть руки, которые у нас тоже делают очень красивые движения. Правая рука с затылком. Причесывает голову с этой стороны. И открывается. Еще раз раз. Рука на затылке. Правая голова причесала голову. Давайте сделаем это здесь. Сердце. И откроем обе руки в эту сторону. Правая. Еще раз раз. Здесь позиция шесть. Руки. Помните, нахуй, колеса. На счет семь. Мне нужно, чтобы вы причесала в шесть. А приз немножко корпус повернув в левую сторону. Дальше ноги у нас не меняются. Открываем рудную клетку. Делаем вдох. Брадоноклетка вперед. Все ручки расходятся. Правая сюда. Левая сюда. Еще раз. Последний. Мерая. Семь. Восемь. Семь. Открылись. Восемь. Не забывайте, что в грудных метках мощно выходят. Воздух и вперед. Да. Давайте теперь самую норму. Это восьмой. Повторим сначала медленно и потом быстро. Як бы господи. Потсон. Причем. Повторим. Семь. Повторим. Восемь. Повторим. Повторим. Добро пожаловать в Казахстан! 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 наверх, вверх, опускаете, вверх, опускаете, обратите внимание, что голень двигается перпендикулярно полу, туда колено не надо задвигать, вот таким образом бить копытами, как лошади, нет, мы поднимаем, представляем образную бензиночку, образную ниточку и дергаем наше колено наверх, 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 следите за своей головой, чтобы соединить это два движения, всем, пожалуй, нужно сделать, чтобы это было, выглядело красиво, потому что, если вы помните, мы остановились с вами боком, к нашему зеркалу или к нашему зрителю, как угодно, поэтому ножку правую мы немножко сделаем накрест, накрест, будем поднимать одновременно и левую пятку, и правое колено, одновременно, раз, два, и все, пожалуй, ничего не потребуется, нужно только сделать это одновременно, немножко времени потребуется вам, чтобы это потренировать, но вскоре у вас это получится, все, что мне надо, это, чтобы они двигались одновременно, Наташа, я посмотрю, как ты делаешь, и раз, два, отлично, голова не подпрыгивает, пятка поднимается высоко, колено поднимается, не надо дотягивать колено до груди, пожалуй, в этом движении этого не требуется, еще раз, и раз, два, отлично, давайте вместе со мной еще потренируем правая нога немножко накрест, и раз, два, хорошо, что мы дальше делаем после этого движения? Не волнуйтесь, я не забуду, что мы делали до этого, поэтому сначала немножко вперед выучим, готовы? И раз, два, ставим ногу назад, и наше движение разминка, раз, два, я думаю, что нам больше всего понравилось, это движение, потому что оно позволит все-таки некоторым образом расчистить себе пространство на этом своем поле, все-таки такое движение расталкивающее. Давайте сделаем еще раз, на левой ноге, правая накрестка, поднимаем пятку и колено, дальше ставим ногу назад, и на наше движение выходим, еще разочек, готовы, и раз, два, нога назад, пам, пам, хвосты, еще разочек, пять, шесть, семь, давай, Наташа, посмотри, как ты делаешь, чтобы понять, смогут ли наши ребята, наши стилизрители, посмотреть, и правильно сделать, готовы? И раз, два, три, четыре, пять, отлично, все хорошо получается, ручки тоже широко разводим, прямо как на разминке движения, из разминки зала. Давайте теперь эти движения соединим с нашими предыдущими. Итак, закончили мы здесь. Да, рука на бедре, вторая рука на ключе, грудная клетка вперед, делаем два толчка, левую ногу, и раз, два, левую ногу влево, проводим правую ногу, встали, и пам, пам, нога назад, и хвосты, назад, хвосты. Давайте еще раз повторим. Кажется, сложные мысли, но на самом деле все очень просто. Открыли грудную клетку вперед, два толчка к ноге, раз, два, ногу поставили, провели, правая нога, левая, и пам, пам, поставили назад, и два, движение хвостом, боком сюда. На этом движении хвостом не заканчивается, потому что нужно немножко сделать поворот и повернуться задом, задом зеркалом. Такое тоже возможно. Давайте сделаем этого. И здесь раз, два, подпрыгивая на правую ноге, разворачиваемся, четко в другую сторону, на 180 градусов. Еще разочек. Даже на 90 градусов. Отсюда. И раз, два, подпрыгивая на правой ноге, разворачиваемся. Ставим ногу на место, на пол, правую ногу захлест за левую, и разворачиваемся. И все. Еще разочек. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, подпрыгиваем на правой ноге, ставим левую ногу, захлест правой за левую, захлест, и поворот. На поворот, чтобы был яркий и красивый, нужно делать с головой. Если помните, на первом косеке я сказала, что голова может быть отличительной особенностью вашей импровизации, если она работает там, где нужно, с нужной амплитудой, где-то резко, где-то плавно, поэтому здесь мы тоже добавим голову, и это будет такой фишкой в нашем движении, в нашем повороте. Что мне нужно, чтобы голова ваша сделала во время поворота? Ничего особенного, кроме как круг и все. Давайте еще раз сделаем круг головой и вернулась обратно. Круг и обратно. Так вот, когда мы будем крутиться, поворот, если разрешите, начну отсюда, поворот, голову поворачиваем и все. Пожалуйста, не делайте это сразу быстро, Попробуйте сделать это сначала помедленнее, потому что если привычка, голова может затужиться. Еще разочек, давайте, и захлест назад правой ногой, не забываем правую голову, поворот. Хорошо, еще раз, пять, шесть, семь, восемь, захлест, поворот. И полоборота встанем. Давайте вот отсюда сделаем, потому как здесь наша закончилась, первая восьмерка, отсюда мы и начинаем следующую восьмерку. Итак, раз и два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поворот, поворот, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Отсюда. Раскладываю по счетам. Делаем, раз и два, нога, три, вторая нога, четыре, и пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, захлест. Поворот, пять, шесть, стою, семь и восемь. Я думаю, что у вас получилось, давайте соединим это с первой восьмеркой, чтобы вы первой восьмеркой не очень сильно забыли. Мы соединяем первую и вторую восьмерку почти. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три, четыре, и пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. На и восемь мы просто отходим назад. Мы сделали поворот. Поворот. Встали. Стоим. И нас там будто ветром вздывает назад. И мы не можем удержаться. Падаем назад, поставляем ноги и восемь. Готовы еще раз. Три восьмерки. Раз, пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три, четыре и пять. Шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дует ветер, семь, восемь. Готовы? Теперь соединим не только эти три восьмерки. Если помните, в конце нашей разминки мы делали небольшой маленький танцевальный блок, буквально на одну восьмерочку. Я сказала, что этот блок будет предвосхищать нашу танцевальную схему. Я теперь, наверное, скажу, что я немножко слукавила. Этот блок не предвосхищает нашу схему танцевальную, я думаю, что он будет ее завершать. Давайте еще раз посмотрим на это движение. Итак, остановились мы с вами после ветерка здесь. Мы начинаем. Раз, два, три, четыре и пять. И шесть, семь и восемь. И здесь вы можете делать очень красивый жест, который, в котором с вами, наверное, попрощаюсь. А вы, возможно, продолжите свою организацию. Поехали дальше. Повторяйте со мной. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три и четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз и два, три, четыре. И пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре. И пять, и шесть, семь, и восемь. Ну что ж, ребята, я думаю, что вы добросовестно потрудились. И в том случае, если вы добросовестно потрудились на смотрение внимательно, если повторялись с нами, со мной, с Наташей, все эти движения, которые я вам показывала, я думаю, что вы теперь все выучили. Включаем музыку, включаем музыку, включаем музыку армии и двигаемся под музыку. Готовы вместе с нами. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...